Что делать, если нужно восстанавливать руку после перелома в лучезапястном суставе, но день так загружен, что совершенно не находится времени для того, чтобы выполнять упражнение? Смотрите это видео до конца, и вы узнаете, что я делаю в этой ситуации. Здравствуйте, меня зовут Байя, мне 57 лет, я консультант по вопросам питания. Но в данном видео я выступаю как эксперт по восстановлению руки после перелома в лучезапястном суставе. Почему я называю себя экспертом? Потому что с того момента, когда мне сняли гипс, а это произошло почти месяц назад, я стала активно, самостоятельно заниматься восстановлением своей руки, говоря по-другому реабилитацией, и веду дневник на своем YouTube-канале для того, чтобы делиться своим опытом с коллегами по несчастью. Я сделала отдельный плейлист, который так и назвала «Реабилитация после перелома». Предыдущее видео из данного плейлиста вы можете посмотреть по ссылочке вверху экрана. Так как же я выхожу из этой ситуации, когда день очень плотно занят, и совершенно невозможно выкроить несколько минут для того, чтобы сделать массаж или специальные упражнения для восстановления руки. Сегодня я покажу вам несколько упражнений, которые можно встраивать прямо в вашу жизнь, прямо в ваш плотный график и в ваши срочные дела. Первое упражнение вы можете делать, если вы едете в автомобиле, но только не на водительском сидении, а на пассажирском. Я делаю следующее. Плечами я упираюсь в спинку сидения и начинаю делать давящие движения трицепсом на спинку. Я давлю и отпускаю, давлю и отпускаю. Таким образом я тренирую мышцы, которые ослабли за полтора месяца ношения гипса. И сейчас они просто болтаются. И вот пока я еду в машине, я могу делать это упражнение столько времени, сколько я еду. Казалось бы, это упражнение не влияет напрямую, именно на лучезапясный сустав, но оно влияет на общий тонус мышц. А поскольку все мышцы в нашем теле связаны, то, конечно же, косвенным образом это упражнение способствует укреплению мышц в общем и целом и улучшению кровообращения. Следующее упражнение можно тоже делать, сидя в автомобиле, либо за компьютером, или еще где-то, где вы сидите. Может быть, вам приходится чего-то или кого-то ждать. Я просто обхватываю колено и начинаю сжимать больной рукой колено. Также чередуя напряжение и расслабление. Напряжение и расслабление. Еще одно упражнение я делаю во время разговоров по телефону. В левой руке у меня телефон. Правая рука, в то время как я разговариваю, производит сжимающие и разжимающие движения пальцами. Еще одно упражнение, которое тоже можно делать, разговаривая по телефону. Вот у меня есть такие завязочки, и я больной рукой пытаюсь их завязывать и развязывать. Завязывать и развязывать. Если есть пуговицы, можно тренироваться на пуговице. Застегивать их одной рукой и растегивать. Застегивать и растегивать. Есть еще одно очень эффективное упражнение, которое я делаю, сидя за компьютером. И здесь, можно сказать, я сочетаю полезное с полезным. В то время как левая рука лежит у меня на мышке, правой рукой я массирую плечи и голову. Получаю одновременно пользу и для головы, и для плечей, и для своей больной руки. Вот такие нехитрые, но очень эффективные упражнения я делаю прямо между делами. Их очень просто можно встраивать в жизнь, и они не требуют специально выделенного на них времени. Надеюсь, я была вам полезна. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и напишите комментарий. А какие упражнения можете предложить вы для встраивания их прямо в жизнь? Не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. А также приглашаю вас подписаться на мой инстаграм. Ссылку на него я даю внизу в описании к видео. А в следующем видео мы будем делать упражнение с палкой. Увидимся в понедельник. Ваше Байче. Субтитры сделал DimaTorzok